С крючочком. Вот я ставлю ее приблизительно на дальнюю точку. Дима знает, где на дальнюю точку эта линза находится. Она близко к голодой полосочке. Ну и дальше я делаю просто. Я выбираю какую-то точку. Вот сейчас точки очень сложно выбрать. Обычно на плитке я выбираю пересечение плиток. На плитке Дима выбирает пересечение плитки, так, чтобы был крестик точный. А в других случаях он подкладывает монетку. Монетка является ориентиром, на которую наводится отвесик. Важно, чтобы при съемке этот отвесик с монетки не уходил. Итак, когда я снимаю с десяткой, я знаю, что у меня 178 градусов попадает в кадр. Угол обзора у 10-мм линзы на полном кадре 178 градусов. Дима об этом знает. Поэтому я ставлю ее, в принципе, горизонтально. Вертикально? Вертикально. Камера ставится вертикально. Но я имею в виду объектив горизонтальный. Плоскость это горизонтальная, чтобы она была ненаклоненная. И делаю 4 кадра. Так легче считать. Хотя хватило бы и 3. Делается 4 кадра по кругу. Но, в принципе, для этой линзы достаточно и 3 кадров. Так. А, понятно. Я не снял. Так. Про КФКН его. Итак. Важно при съемке не забыть перекручить фокус в ручной режим, чтобы он не автофиксировался. Я не про ручной режим сейчас. Там был континьюз. Теперь я запутал камеры. Похоже, это вальс. Похоже, это вальс. Похоже, это вальс. К четвертому рука устает. И кадр съезжает. Но! Тут еще важно сделать примерно на такой же высоте. Важно отойти от точки и сделать кадр один, вниз. Внадим. К сожалению, здесь много теней. Поэтому... Если есть в кадре тени, фотограф отбрасывает тень, то нужно сделать кадр с двух сторон, так, чтобы потом при обработке можно было бы тень исключить. Я не настроился сейчас на нанаде точно, поэтому я сделаю еще один кадр. И зенит. Для обычной съемки в полевых условиях, то есть там, где нет регулярных структур, деревья, полянки, леса и все остальное, очень легко делается и собирается практически на автомате. Ну, то, что я сейчас проделал, 90% что это соберется. Если бы Ваня согласился собрать, я думаю, что через 5 минут у него бы в руках уже была панорама. Будешь? Согласиться. Не согласиться? Ладно. Слав. Так. А жалко тебя. Посмотрели бы, как мы выглядим. И так, все ясно с этим способом съемки? Да. Нет вопросов? Отлично. Поехали дальше. Все написано. 10 мм, 4 кадра, зенит и надир. Так, съемка со штатива. Давайте-ка мы пройдемся по всему, что у нас есть 10 мм. Итак, съемка с шеста. Сергей. Так, сейчас будет использован специальный шест фирмы-производитель Model Ninja. Так же, как и многие панорамные головки, которые мы используем. Вот они сделали такой замечательный шест, 6-метровый. Он раскладывается, карбоновый, довольно легкий, удобно брать в поездки. Иногда там можно и пропускать в ручной окладе, а авиаслужбы иногда нет. Дима выставил абсолютно горизонтально, в горизонтальной плоскости камеру, так, чтобы линза была горизонтальной. То есть, 8. И обязательно нужно при этом соблюдать на дальнюю точку. Так же Дима знает, где она находится. Где-то где золотая середина, между золотой ниточкой, полосочкой и краем линза. Да, и настроена уже заранее. Да, камеру так же настраиваем вначале, а именно выставляем ручной фокус, блокируем его. Желательно так же все-таки пройтись полосочкой за ленты, поставить ИСА, выдержку диафрагмы правильную, соответствующую этой сцене. Не нужна. Монетка не нужна. Итак, съемка с шеста. Главное в этом шесте две вещи. Одна вещь — это уровень, который есть на этом шесте. На этом уровне присутствует... На этом шесте, противопрощения, присутствует уровень. Это очень полезная и нужная вещь. Так как мы раскладываем шест на высоту 6 метров, и любое отклонение небольшое, оно приводит к серьезному отклонению наверху. Вторая вещь — это пяточка, так называемая. Внизу, около шеста, есть такое отвертление, на которое удобно ногой наступать. И в нем, в нем же, монтирован ротатор, который дает шелчки. Делитель. Назовем его делитель или ротатор. Они бывают разные, в зависимости от используемой линзы. Они могут либо на 4 положения быть, либо на 6 положений, либо на 5. Но при этом Дима сделал ошибку, в связи с тем, что он волнуется, руки дрожат, голос дрожит. Он забыл одеть радиопульт. Потому как до 6 метров допрыгнуть и достать рукой, чтобы нажать спуск на камеру, довольно сложно. и так сейчас он исправляет. Ошибку одевает радиопульт. Проверяем. На земле. На земле. Ну, то есть, не одевая камеру на шею, желает, но все-таки проверить, работает ли этот радиопульт. Так как должны быть включены как ответная часть, так и приемная часть. И на самом... на этой точке. Пару шагов вперед. Можешь еще сделать? Немножко. Будет интереснее. Положен. Если вы снимаете в толпе людей, не стесняйтесь, подходите ближе. Значит, скажи про... Не все в камеру, стоять сзади. Важно, чтобы вы не попадали, а чтобы фотограф не попадал в кадр. У нас появился еще один любитель. Съемки шеста. Профессионал, прошу прощения. Но заполнили любительским оборудованием. Итак, при съемке с большого шеста подокрик должен находиться сзади, если это возможно. Если нет, то, если съемка в толпе, будет плотной, должен выглядеть максимально похоже на других людей. Тогда будет ощущение, что непонятно, кем снята сфера. Так. Сделаны 4 кадра. Зенит. Теперь нужно снять Надир и Зенит. Надир здесь не так важен. Если вы снимаете на открытом пространстве, там, где есть небо, то, в принципе, достаточно просто с рук снять небо. Если же все-таки это более-менее архитектурные какие-то присутствуют в кадре, крыши, стены домов или сапорные какие-то архитектурные части, то камеру нужно сделать, как Дима, повернуть ровно вверх и сделать еще один или два кадра. Я сделал сейчас одну ошибку. Я не отметил пятку и не знаю, куда вернулся. Да, при этом желательно все-таки запоминать там, где находился штатив. Если мы снимаем, опять же, повторюсь, в архитектурных вещах, ну, в каких-то улочках, да, узких, в церкви, в большом поле, в помещении, как это, все-таки здесь объекты довольно близко находятся в камере и точка при съемке шеста Зенита и Надира, она должна быть той же, с которой снималась общая группа панорамов. То есть... Не, Надира не той же. Надира, отойти. Итак, для съемки Надира. Для съемки Надира нужно отойти немножечко от этой точки. Чуть удлинить шестер. И снять с небольшим наглодом, так, чтобы я буду линзами.